Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ плюс программа Топлот Галли. Я Лариса Кириллова. И как всегда в это время мы говорим о событиях, которые не остаются незамеченными как в нашей стране, так и в частности в нашем городе. И сегодня мы будем говорить о Дагубовской крепости, а именно об инженерном арсенале, который вот-вот отметит свой первый, по большому счету, небольшой юбилей. И я представляю свою гостью. Это куратор экспозиции Анна Нарышкина. Добрый вечер. Но традиций нашей программы менять не будем. Начинаем ее с обзора новостей. При Кабинете министров создан особый комитет по вопросам безопасности и развития региона Восточной границы. Его деятельность будут координировать министерства, а также будет налажено сотрудничество с руководителями самоуправления региона Восточной границы. Данную инициативу поддержала президент Латвии Эдгар Ленкевич, у которого на следующей неделе запланированы две поездки в регион Восточного приграничья. Первый визит в Даугупилс и Аушдаговский край, а 19 апреля Ренкевич посетит Рызыкинский штаб бригад ЗМС Ардзе, где состоится встреча Международного военного совета президентов, а также руководителей самоуправления региона. Госконтроль завершил изучение документов по делу спецрейсов экс-премьера Кричниса Каринша и пришел к заключению, что в период с 2021 по 2023 годы на обеспечение специальных авиарейсов главы правительства незаконно были потрачены как минимум 222 тысяч евро из государственного бюджета. Суть дела такова. В период с 2021 по 2023 годы Каринш вместе с делегацией совершил 52 перелета, из которых 32 значились как спецрейсы, и только в одном из них авиарейс был заказан за день до вылета. В остальных случаях спецрейсы заказывались предварительно и в одном случае за 37 дней до перелета. В среднем в делегацию входили 4,8 человек, включая Каринша и его охрану. В 17 случаях в состав делегации входил и фотограф. Госконтроль произвел подсчеты, в какую сумму госбюджету обошлись бы перелеты Кариншей делегации, если бы он летал просто бизнес-классом. Так, билет бизнес-класса на перелеты Рига-Брюсселя-Рига стоил бы 1 271 евро, в то время как затраты на одну персону при заказе спецрейса составили практически 10 тысяч. Госревизоры считают, что были совершены незаконные действия со средствами государственного бюджета, а также были допущены действия, которые повлекли за собой дополнительные расходы Совета Европейского Союза в размере не менее 323 тысяч евро. В этой связи госконтроль настаивает на том, что не были соблюдены нормы закона о предотвращении и разбазаривании государственных финансовых ресурсов и имущества. Напомню, в марте этого года Генпрокуратура начала и передала в Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией и материалы дела о возможной растрате государственных средств. В Дагополсе, в помещениях Института культуры Нью-Ист, открылась выставка «Украина. Переломный момент». Ее организатором стала международная компания из Литвы и Латвии. В свою очередь, в Бюро Совета министров северных стран Латвии, посольство Великобритании в Вильнюсе, Литовский совет по культуре оказали финансовую поддержку проекту. «Украина. Переломный момент» – это аудиовизуальная выставка, объединяющая подлинные свидетельства и фотографии людей, переживших войну. При входе в выставочное пространство посетители встречают голоса людей, окружающие их звуки, раздающиеся вокруг и превращающиеся в слова на стене. То, что мы делаем и то, что мы организовали эту выставку в Дагу, то есть это как бы продолжение того нашей работы и наших ценностей. Мы считаем, что это необходимо делать, необходимо показывать, необходимо создавать диалог с самыми разными мнениями. И сам этот процесс очень важен для нас, даже если иногда нам кажется, он достаточно тяжелый, больной, острый, нежелательный и так далее, но он очень важный для того, чтобы рефлексировать в том, что происходит в Латвии и в мире, и в Украине. И тут даже люди с самыми разными взглядами и мнениями, живущие в Дагу, то все, наверное, сложно будет им не согласиться, что так или иначе война в Украине и полномасштабное вторжение России в Украину очень изменило нашу жизнь экономически, политически, культурно, эмоционально. И очень важно задумываться, не терять вот это умение быть чувствительными, быть сострадательными к тем людям, которым гораздо хуже, чем нам. Эта выставка – работа фото-журналиста Нара Дениса Вееса, а также мультимедийных журналистов ЛРТ Бенеса Герджунаса и Томаса Валкаускаса, которые документировали ситуацию в Украине с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Эти истории рассказаны в основном на русском языке из Украины. Это язык для большинства жителей и жителей из Дагустовса, где они могут слышать похожую речь, видеть фотографии с такими же городами, с такими же домами, пятиэтажками и панельками, как в Дагустовсе, в Резакне или в Риге. И, возможно, замечать вот эту связь, что все, что происходит там, не так и далеко от нас. И может, не дай бог, может прийти в наш дом. И, конечно, никто бы, наверное, не хотел, чтобы наших соседей, родственников, друзей коснулось в толпнули, которая коснулась миллионов украинцев сегодня. За последние полтора года журналисты побывали в большинстве регионов Украины. От относительно безопасного Львова до столицы Киева, а также на севере страны и в Харькове, и на линии фронта на Донбассе. Выставка в Дагустовсе Украины «Переломный момент» будет работать до 27 апреля. Итак, мы вернулись в студию. Напоминаю, говорим сегодня об инженерном арсенале, уникальном объекте, который действительно стал еще одной жемчужиной нашей Дагустовской крепости. Анна, практически год назад, то есть 5 мая, состоялось открытие инженерного арсенала. Надежд на этот объект возлагается много, и задачи перед ним поставлены очень большие. Но вот на ваш взгляд, каким этот год был первым, он был сложным, легким? С чем пришлось столкнуться? Какие сложности возникали в процессе становления, скажем так, и рождения ребенка? Ну, скажем так, открыли мы двери, да, действительно, год назад. На самом деле, я как куратор могу вам сказать, что очень важная работа проходила еще до открытия, потому что мы работаем в данном объекте ровно два года. Вот в марте было два года, когда собрался основной коллектив. Очень много было сложностей, начиная от того, как обустраивать это здание, как его эксплуатировать, как в нем находиться, как экспонаты вообще там... Оформить, да, наверное? Оформить это одно. А еще есть такое, что у нас была большая влажность, да, и она присутствует до сих пор, насыпется соль. Это понятно, потому что само здание, оно стояло 30 лет без кровли. Я всем рассказываю, как над моим кабинетом 3 метра дерева росло. Да, реновации. Поэтому работа была произведена большая, но я считаю, что очень успешная. Ну, а вот если мы говорим... Вот понятно, смотрите, 5 мая, праздник. Да, понятно. Все хорошо. Даже если есть какие-то огрехи, на это никто не обращает внимания, потому что события долгожданные. Но потом уже, да, вот праздничные будни уходят, наступает ежедневная работа. Вот насколько действительно сложно как бы было интегрировать вот этот большой объект, ну, скажем так, в общий туристический продукт нашего города? Ну, интегрировать вообще, наверное, в общий продукт было несложно, потому что еще до открытия очень... Мы видели большой интерес со стороны горожан. Они уже приходили, кто-то за ручку дергал, да, потому что, конечно, реставрация и реновация такого огромного объекта, такого красивого объекта, да, она вызывала очень много интереса. И в СМИ разные писали, писали, что мы являемся филиалом Мотор-музея, что не является правдой. Вот, но на самом деле сложности начались, когда мы уже начали привозить экспонаты. Вот в чем эти сложности, без них? Ну, самая большая сложность была со вторым этажом, потому что попасть на второй этаж, здание все-таки неэкспозиционное, да, здание, оно историческое, имеет свои какие-то... Нюансы. Нюансы, да, то есть наша аппарель, это для конного вида, да, а нам приходилось туда машины. И до сих пор это является очень большой сложностью даже договориться с коллекционерами, когда они приезжают, они смотрят на эту аппарель с ужасом, которая под большим наклоном, машины, естественно, ну, такой наклон, может быть, не выдержит. Мы строили всякие конструкции. Плюсом, когда попадает машина на второй этаж, очень старые экспонаты, они очень длинные в размере, да, это не такие как современные. Игромозкие такие, да. Они громоздкие, но именно длинные. И там само развернуться, тот, кто был, вот, например, да, у нас уже в инженерном арсенале, они знают, что достаточно, ну, вот, узкие, вот, поэтому... Проходы эти все. Да, и мы придумали всякие разные уловки для того, чтобы, ну, на сегодняшний день так красиво были все расставлены экспонаты, вот. Но сложность была не только со вторым этажом, и с первым тоже, потому что там максимально положены новые полы, да, везде. И, естественно, когда многотонная машина проходит, или там колесный аппарат тепловоза, то мы тоже испытывали этот полнопрочность, нервничали, да, чтобы ничего не сломать, ничего, чтобы эксплуатация происходила, ну, аккуратно. Вот. Но нам все удалось, я считаю. Послушайте, ну, я понимаю, что, да, инженерный арсенал – это историческое здание, объект культуру, охраняемый государством. Тот проект, который был сделан самоуправлением, тоже своего рода является историческим, потому что экспозиции – это не современные автомобили, или, ну, какая-то техника, да, это старинная техника. Коллекционеры тоже люди, ну, своеобразные, да, бывают чудаки и так далее. Вот как… и понятно, что ты не можешь сломать инженерный арсенал, потому что европейский проект как минимум пять лет должно быть все сохраняться в том виде, какой есть, да, и ты не можешь навредить, ну, скажем, там, коллекционерному фонду. Вот коллекционеры шли к вам навстречу, или были люди, которые действительно вам помогали советом, делом, сами, может быть, что-то носили, подносили. Ну, здание действительно колоссальное. В этом году оно будет отмечать 180 лет от постройки, да, такая значимая дата. Люди, они везде люди, да, скажем так, коллекционеры ничем не отличаются от простого человека. Естественно, они ценят свои экспонаты, ну, то есть наши экспонаты, свои… Ну, у нас, я не знаю, конечно, да. И нам приходится постоянно балансировать, да, балансировать между тем, например, что как видеть нас самоуправление, как хочет нас видеть турист, как видеть нас коллекционер. Мне так же кажется, так смело могу заявить, что нам… у нас это получается, да, потому что даже могу сказать, что в 2022 году само здание, как реновированный объект, получило вселатвийскую награду по архитектуре. Поэтому, когда нам, естественно, его вручали, нам сказали очень осторожно, мы согласовывали любое отверстие, которое мы делали в стене, да. Но в прошлом году мы уже получили Латгалесгада, Балва, Туризма, ё-моя. Вот. И это уже касалось экспозиции. Так что я считаю, что мы, ну, очень хорошо справились с этой задачей, что не означает, что мы должны останавливаться. Да, но вот были помощники, действительно, со стороны, кто вот готов… Потому что совет в таком деле всегда очень важен, тем более для новичков. Да, но как бы мы советовались. Мы приглашали и Смарка Ротко, да, потому что они всё-таки тоже когда-то 10 лет назад получили. Что-то похожее. И мы, да, и Саул из школы приглашали, да. Были советы. Но вот и у коллекционеров мы тоже спрашивали, потому что они, например, некоторые выставляли свои экспонаты где-то на выставках Европы, скажем, да. Конечно, мы советовались, но в принципе, в принципе, самое значимое решение мы принимали сами коллегиально. Это было и сложно, и несложно. Во-первых, у нас изначально был очень маленький коллектив, что перед самым открытием нам усложняло жизнь немножко, потому что нам просто не хватало физических рук. Ресурсов по большому. Ресурсов тоже. Любого, человеческого ресурса, да. Любого ресурса нам не хватало. Но нам не хватало рук, и поэтому мы даже задействовали своих членов семьи, просто просили, чтобы нам что-то помогали переставлять. До сегодняшнего дня коллектив менее 15 человек содержит этот центр. Поэтому я считаю, что, конечно, помощь была колоссальная. И те же коллекционеры, они всегда нам шли навстречу. Изначально, потому что объяснять, как говорится по-русски, на пальцах, что это будет за экспозиция, и насколько мы будем красивыми и значимыми, некоторые, особенно те, которые находятся не в Латгальском регионе, они, ну, скажем так, с сомнением, конечно. С птицизмом. Конечно, да. И до сих пор есть такие, которых мы не можем к себе заманить, чтобы они посмотрели. Вот сейчас отличный повод будет 5 мая годовщина, когда они могут приехать и уже оценить. Потому что касаемо очень дорогих экспонатов, у нас есть машины, которые, ну, стоимость машин до миллиона евро. Поэтому, конечно же, ну, чтобы такую машину привезти с другого региона, плюс поднять по этой аппарели, плюс убедить в том, что она действительно в сохранности, она будет действительно обслуживаться. Ну, в каком плане, да? Если сыпется сверху соль, то ее надо полировать, да. Поэтому у нас даже обученные люди, которые специально ухаживают, некоторые, которые, коллекционеры, находятся в Латгале, есть такой коллекционер, который нам предоставил все модели риги мопедов, да. Он приезжает и сам чистит. Вот он так хочет. Мы не препятствуем, как бы, да. Мы, наоборот, только за. Хотите, посмотрите в любой момент. Мы ждем любого коллекционера. Вот, поэтому, конечно... Ну что ж, об этом мы поговорим буквально через несколько секунд. Итак, мы вернулись в студию. Напоминаю, говорим сегодня об инженерном арсенале, который 5 мая отметит в своем большом счете первый большой день рождения. Анна, скажите, пожалуйста, ну вот мы уже начали разговор о коллекционерах, о автомобилях, дорогих, недорогих. Мне кажется, все, что уже старше лет 50-60 уже достойно внимания, потому что жизнь настолько стремительна, что непонятно, какой вид транспорта сегодня наиболее актуален. Либо ретро, либо тот же самокат, на котором передвигается весь наш город. Но, тем не менее, смотрите, инженерный арсенал почти 2,5 тысячи квадратных метров, которые нужно было изначально чем-то наполнить. Вот насколько это сложная задача? Или было из чего изначально что выбрать? И, в принципе, эта труда не доставляла. Ну, кроме доставки, установки, и все вот в этом плане. Доставляла. У нас, если смотреть на экспозицию, да, у нас 4 экспозиционных зала, они немножко разные тематики. У нас не только ретроавтомобили, да, они, может быть, самая яркая у нас такая вишенка, да, но все-таки. У нас есть и сектор индустриального наследия. Да, советская ретро, мототехника, западная ретро, индустриальный дизайн. Да, вот у вас. Да. И изначально, конечно же, убедить вообще всех, и заводы, да, индустриальные наследия, и вообще коллекционеров, убедить, чтобы они дали, нам было сложно, и сложно было заполнить. Но теперь мы тоже этим, как бы, чуть-чуть гордимся, что к нам сами обращаются, нас сами находят, и теперь мы уже все рассматриваем, да, то есть, насколько нам это уже актуально. Мы уже выбираем. Нам уже, на самом деле, сейчас, на данный момент, не хватает залов. Вот уже на данный момент, то есть, у нас много идей, у нас много всего, чтобы мы хотели показать, но вот сейчас уже мы работаем с теми людьми, которые бы хотели нам дать, мы говорим, подождите, может быть, мы откроем еще вот тот, который не реновинованный корпус, да, не теряем контакты, но сейчас такой уже проблемы нет. Ну, смотрите, в любом случае, чтобы был бы музей интересен, экспозиции должны меняться. Хотите вы этого или нет, они должны меняться. Да. А в планах вот есть такое, потому что, ну, смотреть пять лет на одно и то же, ну, не очень интересно. Ну, я вам могу сказать так, что, конечно, в планах есть, даже вот сейчас будет год, и мы кое-какие экспонаты, то есть, в целом, на сто процентов, да, мы не будем менять экспонаты, это и невозможно, да, то есть, у нас, например, тот сектор индустриального наследия, да, где мы его будем дополнять, да, чтобы он был интересен, что-то передвигать, что-то дополнять, но менять в целом, как бы, я думаю, что как раз таки, какой-то, да, или оборудование, например, да, мы работаем с нашим локомотиво-ремонтным заводом, да, они сейчас нам делают очень интересный, то есть, экспонат, не буду говорить, какое, чтобы оставалась интрига, да, вот он будет дополняться, он будет такой эффект вау иметь, да, но в целом, вот, например, тот сектор, пока мы просто дополняем, ничего менять не будем. Что касаемо ретроавтомобилей, конечно, это очень живая экспозиция, даже в течение года, не то, что на год, а в течение года, потому что, например, тоже не буду говорить пока, какой экспонат, но, скорее всего, один из экспонатов уезжает в скором времени в Монако на выставку, да, соответственно, мы не можем отказать, у нас такие договоренности с коллекционером, что если человеку надо, он нас заблаговеременно предупреждает, и мы пытаемся заменить, то есть, это очень живой организм. Плюс у нас есть такое небольшой сектор на втором этаже, да, он так как бы и называется, что майнингая экспозиция, которую мы будем менять ежегодно точно, да, она как бы очень легкая, сейчас там до еще открытия люди могут прийти и посмотреть фототехнику, да, тоже интрига немножко оставлю, да, что там будет потом. Она будет совершенно на 180 градусов, о чем-то другом, да, но вот год у нас была, это все местные коллекционеры, хочу заметить, да, была фототехника, очень интересная экспозиция, она поменяется, и вообще будем дополнять, менять, но вот чтобы вот на 100% менялось, ну, это немножко не наш формат, то есть, ну, будет что-то дополняться, меняться, интересно будет точно. Ну, хорошо. Если мы говорим вообще так о расширении вашей деятельности, ну, одно дело, человек пришел на выставку, посмотрел все, оценил, пофотографировался, ну, и пошел дальше. Муж во дворе погулял, там еще, на трамвай посмотрел. А если мы говорим о, как-то, знаете, ну, вот сейчас модные эти все мастер-классы, какие-то творческие мастерские для детей, потому что, ну, не всегда детям интересно то, что может быть интересно взрослому. Вот в этом плане вы работаете? Конечно, конечно. Во-первых, при открытии, то есть мы год работали до открытия для того, чтобы создать саму экспозицию, и, естественно, мы понимали, да, что есть сезон, когда приезжают, есть не сезон, есть взрослые группы, есть детские группы, да, все это рассматриваем, все это, как сказать, думаем, рассчитываем, как заинтересовать любую целевую аудиторию. И мы изначально знали, что, естественно, дети будут, поэтому у нас есть детский уголок, его мы тоже все время дополняем, и всякими игровыми, и всякими интерактивными, ну, интерактивными немножко, может быть, нет, но вот все, что мы можем, мы этот уголок дополняем, да, у нас есть наши личные разукрашки для маленьких, да, но мастер-класс, к чему я хотела сказать, что к открытию мы подготовили, есть такой проект, он и все латвийские, из школы Сома, да, соответственно, со всей Латвии группы школьников приезжают, и вот первое, нам надо было с ними заключить договорчик о том, что эти группы все приезжают, они очень успешно приезжают, у нас очень много, скажем так, школьных групп со всей Латвии, и вот в этом году именно для них мы создаем интерактив, то есть это уже как второе подразделение, есть просто, когда они приезжают на экскурсию на данный момент, да, и уже к второму году мы подготавливаем интерактив, когда они будут уже участвовать в каких-то мастер-классах, ну и у нас есть еще такие мероприятия, скажем так, на которых всегда есть интерактив для любого возраста, это и так как, ну, открытие, годовщина, и еще, если горожане помнят, да, у нас было саловая чарезиденция, да, это вот именно мы задействовали максимально дворик, где был и интерактив, были и развлечения, это было каждые выходные, поэтому, конечно, ну, вся, вся аудитория у нас задействовала. Продолжим говорить с вами об этом буквально через несколько секунд. Итак, мы улыли в студию, напоминаю, говорим о предстоящем дне рождения инженерного арсенала. Анна, послушайте, ну вот, вы уже рассказали нам о взрослых, о детях, скажем так, о ваших маленьких клиентах, да, а вот есть разница восприятия экспозиции взрослыми и детьми. Что больше нравится детям, что взрослым? Конечно, Вот, что вы заметили, на что дети падки, а на что взрослые? Скажем так, дети, они воспринимают образы, да, они то, что видят, зрительно все воспринимают, да, им они видят какую-то там машину, желательно яркого цвета, они вот прямо останавливаются, все хотят сфотографироваться, там, сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас хотя бы один экспонат был, как фотозона, куда человек может сесть, посидеть, да, любого возраста, скажем так, большой интерес, вот, ну, а взрослые, конечно, мы всегда рекомендуем брать гида, у нас очень хороший гид, Юлия, да, она просто на всю целевую аудиторию, мы ее очень ценим, и она вот уже дает много информации, то есть везде, около экспонатов, стоят, естественно, информационные таблички, да, но, скажем, когда вы берете гида, это не очень дорогая услуга, это очень приемлемо, мы всегда советуем, то, конечно, она уже рассказывает, и люди взрослые, они воспринимают больше информации, когда рассказывают про историю, когда рассказывают гид про историю здания, когда рассказывают, как при реновации нечаянно паровой котел нашли огромнейший, да, то есть детям это немножко, они все хотят потрогать, пощупать, поэтому для них, конечно, будут актуальные мастер-классы, которые уже запустим в этом году. Послушайте, мы уже вот как-то заговорили о дворике в том числе, была идея создания во дворике какого-то летнего кафе, это вот от этой идеи не отказались, или все-таки? Нет, мы не отказались от этой идеи, есть свои сложности, да, потому что, ну, одно дело генерировать идеи, когда просто есть здание, да, другое дело, когда это уже работающая экспозиция, и многие вещи, они выявились в процессе работы, которые даже создавая экспозицию, мы не знали, да, но все проекты, которые были задуманы при реновации, мы будем осуществлять, и обязательно вся информация будет и в СМИ, и на нашей страничке, и мы очень надеемся, что нам хватит ресурса создать свой собственный сайт, где будет вся актуальная информация, поэтому нет, от этой идеи мы не отказались. Каким вам видится вообще дальнейшее сотрудничество с коллекционерами, например, у вас будет какая-то страничка для них, что вот если они хотят присоединиться, ну, вот как это вы видите? Ну, мы видим, конечно, что у нас будет отдельный маркетинговый отдел, возможно, но это, конечно же, пока что, учитываясь вообще, учитывая все ситуации, это, конечно, сложно создавать еще какие-то отделы, когда везде сокращения, мы мечтаем о том, что у нас будет все-таки такой отдел, который будет работать именно с продвижением нас и сбора для нас контактов. Пока этим занимаюсь я, как куратор, и мой коллега тоже, куратор, Айнер, мы везде пытаемся присутствовать максимально и раздаем контакты, то есть пока это на основе живого общения, мы везде приезжаем сами и собираем сами, мы сами себя рекламируем, и сами, скажем так, контактируем со всеми интересующими нас коллекционерами. Вы уже в начале программы, а, кстати, вот были такие случаи, когда, ну, например, экспозиция, и уже никого нет, и вот в зале идет один человек, например, он, ну, может быть, не коллекционер, но у него, может быть, есть тоже ретроавтомобиль, и вот он говорит, что вот, а этот я хотел бы, может быть, приобрести, дайте контакты этого человека. Были такие вот случаи? Были, это случаи, случаи разные, случаи, когда или коллекционеры предлагают нам купить, кто-то интересовался, тогда тоже мы напрямую контактируем с коллекционером и спрашиваем, насколько он заинтересован, потому что не все заинтересованы. Некоторые просто хотят выставить, ну как бы, да, показать и не хотят расставаться с этим экспонатом. Кстати, еще такой вопрос тоже связанный, вот опять-таки взгляд со стороны ваш, да? Вы же наблюдаете за теми, кто приходит, и неважно какой возраст, да? Вот какие особенно, может быть, модели пользуются популярностью? Ну, мимо которой модели точно никто не проходит сегодня. Это мотоциклы, это машины, это что? Ну, конечно, самый яркий зал опять, который все время муссируется и все время обо всех говорят, это, конечно, вот с ретроавтомобилями, да? И, как я заметила, скажем так, да, что пользуются успехом самые ярко окрашенные. Неважно, какая модель, неважно что, вот самый яркий, где цвет. Вот у нас сейчас стоит Мерседес ярко-красного цвета, да? Пятьсот сороковой, и он 1958 года, насколько я помню, да? Вот, и никто уже не уточняет детали, но то, что он ярко-красный, он отполированный, да? Фотографируются все, фотографируются все. А если мы говорим о тех машинах, например, советские машины, да, которые еще многие из нас помнят, потому что они ездили по нашим улицам, из них кто пользуется популярностью? Наверное, все, и это зависит от самого человека. В основном, вот сколько мы там, если будут какие-то группы, мы пытаемся слушать, спрашиваем потом нашего гида, о чем спрашивали, в основном цепляет то, на какой машине человек или сам ездил, или члены семьи, да, то есть все основано на воспоминаниях. Вообще, наш центр – это такой центр воспоминаний, да? Наверное, все помнят трехколесный велосипед, и я помню его, я думаю, что и вы помните, да? Конечно, да. И когда видят его на экспозиции, начинают, о, у меня тоже такой был, у меня тоже… А некоторые начинают, ну, говорить, что у него где-то такой остался, скажем, да? Можете ли вы принять? И мы начинаем вот беседу. Но в основном всех цепляют в свои собственные воспоминания. Это еще такой колоссальный момент, когда мы уже очень впереди, да? То есть, ну, уже на таком велосипеде сложно представить. Хотя мы недавно узнали, что вот как раз вот этот спарит велосипед, его все еще производят и покупают. То есть этот… Но он как бы для ребенка, он безопасный. Да, именно вот в такой вот ретро в своем виде он еще даже производится. Поэтому у нас вот момент, когда приходят люди, начинают рассказывать о своих воспоминаниях, что кто-то владел этим автомобилем, кто-то еще что-то. И вот это больше всего вызывает интерес. Чтобы заметить, чтобы какая-то, именно какой-то автомобиль вызывал интерес по другому поводу, ну, пока нет. То есть пока воспоминания. Воспоминания очень, да. А молодого, ну, наверное, подрастающего поколения, ну, это что-то, наверное, диковинные модели, которых они никогда не видели. Ну, наверно. Подрастающие, они идут больше в тот сектор, где у нас именно вот эти дорогие автомобили, потому что они вот уже понимают… Считают прибылью. Да, ну, не то, что прибыль, а то, что они вот уже ценности, они хотят сфотографироваться, они свои соцсети ведут, да, у них они там контент поддерживают. Но мы тоже это поддерживаем и всегда просим, чтобы нас тагали, нас отмечали, чтобы она знали. Ну, я, наверное, могу сказать, что какой-нибудь там горбатый запорожец, он будет стоить столько же, сколько какой-нибудь Мерседес, я так думаю. Ну, если в хорошем состоянии, коллекционируем, нужно… Все зависит, оказывается, от пробега, могу вам сказать. То есть, если это, конечно, да, я тоже… А пробега, чтобы он был бы очень большим, либо очень маленьким? Нет, очень маленьким. У нас есть автомобили из именно по доме ретро-сектора, да, которые с маленьким пробегом и по цене… Маленькие – это сколько? Ну, маленькие – это до тысячи километров. Ого! То есть, это вообще, да, и на втором этаже у нас есть мотоцикл, который практически с нулевым пробегом. Это считается ценным? Это очень ценно, это очень ценно, да. И с чем это связано? Ну, связано с тем, что вот он не выезжал, что он хранился, что это вот малоиспользованы. Малоиспользованы, да. То есть, боже, какие детали. Да, господи, господи. Ну, я так… А, кстати, вот вы тоже уже сказали, что кто-то вас путает, ну, или как бы так приплессовывает инженерный символ к моторному музею, что это совершенно неправильно, это самостоятельная единица, самостоятельное учреждение культуры. Ну, а моторный музей же почувствовал вас конкурентой или нет еще? Или вы просто сотрудничаете? Я вообще надеюсь, что никогда ни один музей не будет конкурировать между собой, потому что, я не знаю, согласятся ли другие работники музеев и экспозиционных центров. Мы не являемся сейчас музеем, не имеем такого статуса. Вот, потому что, вы знаете, ну, они находятся, например, в столице в Риге, да, и мы находимся во втором по величине города. И мы ведем все-таки с ними переговоры постоянные о сотрудничестве, о том, чтобы у нас всегда мы приветствуем, если какие-то еще центры с нашей направленностью, плюс-минус, да, когда дают нам брошюрки, да, мы всегда их кладем. То есть, например, чтобы турист, приехав в столицу, он все-таки посмотрел, например, мотор-музей, и это будет плюс для самого туриста, да, ну, и также он взял брошюрку и заинтересованно поехал в Латгалию посмотреть. То есть, я считаю, что мы единая Латвия, и конкурировать между собой, ну, это было бы неправильно. Они приезжали к нам на открытие. Мы, кстати, вот о том, что вы спрашивали, мы еще, когда они открылись, приезжали к ним за советом, да, мы смотрели, как у них расположены экспонаты, да, как они вообще это оформляют, какие вот новые веяния, потому что, ну, это все очень важно в таких, скажем так, как бы это ни звучало интересно, но в данной направленности тоже есть модные веяния, есть какие-то новинки. Вот сейчас мы один экспонат, приоткрою, хорошо, такой секретик, один экспонат. Это я посмотрела на выставке в Париже, значит, мы его поднимаем, то есть это ретро-автомобиль, мы его поднимаем, делаем специальные сейчас такие кубы. Постамент как-то. Да, мы его поднимаем. Для чего? Для того, что, оказывается, я тоже, придя на работу, это не знала, что машина, ее визуальный вид важен, но и то, что внутри, тоже он. А, и внизу только внизу. Конечно, и мы будем заказывать зеркала, которые будут отображать именно нижнюю часть. И, честно сказать, я когда увидела вот эту, скажем, идею, да, которая вот мне самой не приходила никогда, да, я была настолько в восторге, хотя я девушка, да, это ответ на ваш вопрос, какая целевая аудитория, вся наша целевая аудитория. Я была настолько впечатлена, что я приехала, я сразу начала показывать, и говорю, мы тоже это можем. Ну что ж, я так понимаю, что цели и задач, задач поставлено много, цели амбициозные, планы большие, но это значит, что мы с вами еще обязательно встретимся в этой студии еще раз. На этом все, всем хорошего вечера, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!